Доброе утро! Всем с вами программа «В этот день» на ЗАПТ-ТВ. И день сегодня богат прежде всего на исторические события, связанные как с миром, так с Россией и Забайкальем. Вот и давайте вспоминать вместе. В этот день в 1781 году была открыта планета Уран, и это стало первым случаем в истории астрономии, когда небесное тело было обнаружено с помощью оптического прибора. Первооткрывателем планеты стал английский ученый Уильям Гершель, и телескоп, с помощью которого было совершено открытие, он сделал сам. А вот невооруженным глазом Уран увидеть нельзя, хотя он и в четыре раза больше Земли, но находится очень далеко за орбитой Сатурна. А 155 лет назад, в этот день, знаменитый химик Дмитрий Менделеев закончил составление периодической таблицы элементов. Отныне ученые получили в руки уникальный инструмент для определения свойств атомов. Кстати, одна из легенд рассказывает, что прообраз своей таблицы Менделеев увидел во сне. 12 марта 1930 года произошло важное событие в жизни СССР. Закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Таким образом, Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей. А 124 года назад читинские власти получили от императора Николая II разрешение на открытие Читинской учительской семинарии. Она стала первым в Забайкале учебным заведением, где готовили преподавателей. Ну, а в России продолжаются масленичные гуляния. Третий день этого недельного праздника называется «Лакомка». Именно сегодня начинаются массовые поедания блинов. Также устраивались блинные соревнования. Определяли, у кого они получились вкуснее всего. А в мире сегодня отмечается праздник со смешным названием. День подглядывания в замочные скважины. Раз есть ключ, значит есть и замок. А раз есть замок, значит есть замочная скважина. Вот он, портал в мир любопытства. Наверняка именно таким он представлялся вам, когда вы были детьми. На самом деле подглядывание естественно для человека. Наш инстинкт познания не простит нас, если мы не изучим неизвестный объект, насколько это возможно. А шпионство через замочную скважину настолько наглядный этому пример, что в честь него устроили целый праздник, чтобы увековечить это явление. Вот такой у нас исторический день выдался сегодня. Увидимся завтра утром на канале Забт-ТВ. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин